Здравствуйте! В эфире программа «Подробности». Сегодня подробно будем говорить о зелёных зонах, точнее о высадке зелёных насаждений. Наступила весна, самое время сажать деревья. Вместе с нами в студии заместитель городского управления благоустройства Ольга Сминцова. Ольга Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте! Итак, действительно весна, самое время заняться посадкой деревьев. Что у нас городские власти запланировали в этом году, где и когда будем высаживать зелень? Как обычно, администрации города Рязани уже подписано распоряжение об организации проведения зеленительных мероприятий в весенний посадочный период. А безусловно, те юбилейные даты, которые будет отмечать вся страна, в том числе и Рязань, они наложили отпечаток на наши планы озеленения города. И поэтому план у нас более сдвинут в сторону памятных мест. В этом году очень много мероприятий по озеленению будет проводиться в мемориальном Скорбящинском комплексе, а также на малых местах памяти погибших в Великой Отечественной войне. Это такие места, как памятники воинам в деревне Карцево. Это будет новый памятник в Никуличах, Недостоево, Конищево, Борке и многое другое. Безусловно, план изменился и претерпел, опять же, с празднованием, с такими праздниками. И он включает очень много деревьев, которые мы будем сажать в торжественных мемориальных местах. И поэтому выбраны были в основном хвойные, вечно зеленые деревья, туя, ель, ну и другие. Ну, наверное, и самые красивые такие деревья, которые больше всего радуют глаз и зимой, и летом. Вообще, сколько вот в количественном отношении деревьев планируется посадить в этом году? В количественном отношении это не менее 1800 деревьев и кустарников. Эта цифра средняя. Безусловно, она будет больше, потому как в настоящее время, в связи с тем, что появились первые сообщения, к нам поступает очень много заявлений от населения, очень много заявлений от общественных организаций. И, безусловно, каждый хотел бы внести свой вклад в озеленение города. Поэтому 1800 деревьев и кустарников – это гарантированная цифра. Но на самом деле будет больше. Ну, вот была практика прошлого года, когда сайты территории, жители просто многоквартирных домов обращались в администрацию, просили выдать им саженцы деревьев и кустарников. И, ну, практически всегда администрация шла навстречу. В этом году, насколько я понимаю, так же продолжить. Да, эта традиция, она сохраняется и сегодня. Мы уже собрали заявки от всех ТОСов, от Советов территорий, уже обобщили их. И даже больше хочу сказать, первые Советы территории, первые ТОСы уже в субботу-воскресенье уже высадили порядка 700 кустарников на дворовых территориях. Это первые ласточки по озеленению нашего города. Безусловно, заявки еще продолжаются поступать. По мере возможности мы все их будем удовлетворять за счет бюджета города Рязани. Это кустарники из нашего питомника Хамбушева. Достаточно красивые. Спирея и Валисная все ТОСы у нас получили. Ольга Николаевна, сейчас хотелось бы поговорить даже, наверное, не столько о высадке деревьев, сколько вообще о благоустройстве конкретного парка. Это парк морской славы в Конещево. В марте прошли публичные слушания, согласно которым территория парка будет расширена. В общей сложности почти на 60 соток земли прирастет парковая территория. Естественно, эта парковая территория требует благоустройства. Какие планы на этот год? В этом году уже начались посадки в парке морской славы. И опять же, 18 апреля там прошли первые посадки. Причем инициатором выступила общественность. И первые деревья уже посажены в парке. Кроме того, так как это парк не совсем обычный, это парк воинской славы. И у нас там очень хорошо развита мемориальная зона в этом парке. Есть прогулочная зона, зона отдыха. Поэтому там выбрана концепция озеленения следующего характера. Там мемориальная зона будет благоустраиваться. Как мы уже сказали, будет создана партерная часть из вечно зеленых хвойных растений. Это туя, очень высокая, колоновидная. А также ели обыкновенные и ели голубые. А прогулочная зона будет высажена деревьями, лиственных пород и кустарниками пестролистными. Пестролистными и цветущими. Поэтому та часть территории, которая присоединяется вновь к парку морской славы, на ней будет высажена свыше 400 единиц деревьев и кустарников лиственных пород. В этом году весенний посадочный период. К нам уже поступило, опять же, много обращений с просьбой принять участие в этом мероприятии от Совета территорий, от жителей микрорайона Канищева и от общественных организаций. Эти мероприятия пройдут между праздниками, перед 9 мая. Информация обязательно появится на сайте администрации города Рязани. Время посадки, место встречи. Поэтому я думаю, что все жители, все заинтересованные в этом, конечно, прочитают эту информацию. Всех приглашаем в парк морской славы для его озеленения. Валерий Николаевич, помимо посадки деревьев, можно ли сейчас говорить о том, что вот на той территории, которая присоединяется к парку и до сих пор, в общем-то, неблагоустроена, появятся скамейки, появятся пешеходные дорожки, появятся какие-то, может быть, малые формы архитектурные. Есть это в планах? Ну, как уже освещалось в средствах массовой информации, в том числе на публичных слушаниях, по парку морской славы у нас есть концепция благоустройства, которая подразумевает совершенствование инфраструктуры существующей части парка, на территории 5,5 ГА, так и новой части парка. И источники финансирования определены преимущественно внебюджетные. Поэтому в этом году, кроме посадки зеленых насаждений, благоустройства мемориальной зоны, планируется дополнить этот парк малыми архитектурными формами, скамейками, парковой мебелью, урнами. А в дальнейшем, в случае определения внебюджетных источников, мы постараемся сделать детскую игровую площадку и спортивную площадку, как просили жители ближайших микрорайонов. Ну, то есть, вот уже как бы, да, вот все равно уже, как бы даже при том, что еще не до конца определены какие-то финансовые условия, мы можем говорить о том, что вот эта дальняя часть парка в этом году начнет благоустраиваться. Это, безусловно, и плану администрации города Рязани по дальнейшему благоустройству всей территории парка. Они есть, и от них никто не отказывается, и, безусловно, они будут реализованы. Я благодарю вас. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Это была программа подробностей. В гостях у нас была заместитель начальника управления благоустройства администрации Рязани Ольга Свинцова. Мы говорили о предстоящей посадочной кампании. Будем сажать деревья. Ну, и будем благоустраивать парк морской славы Конищева, которая в этом году дополнительно прорастет с 60 сотками земли. Всего доброго. До встречи в эфире.